Всем большой привет! Меня зовут Марина и сегодня будет обзор покупок очередной с FixPrice. Пару недель, наверное, я не снимала уже покупки с магазина FixPrice. Очень много желаний что-то там прикупить накопилось. Ну, давайте посмотрим, что я приобрела. И в первую очередь хочу показать вам вот эту клееночку. Много разных расцветок клеенок есть сейчас в FixPrice. Я не знала даже, какую выбрать. Мне там все нравились. Ну, единственное, что были очень красивые такие там разные темы, орнаменты, кухонные всякие расцветочки. Ну, я выбрала вот именно такую. Такая немного винтажная. И я забыла, как называются вот эти цветы. У меня даже они росли, потом они погибли у меня. Парисадники, кустарник. Забыла, как называется. Напомните, пожалуйста, в комментариях. Вот не могу в данном моменте вспомнить. Вспомню, конечно, но не сейчас. Хорошие клееночки за 99 рублей. Вот, видите, с окантовочкой, красота. Тонковатые, как видите, просвечиваются. Ну, на несколько месяцев вам их вполне хватает. Ну, хватит пользоваться. Думаю, все знают, все в курсе, что еще рассказывать. Ну, и размеры можете посмотреть. За 99 рублей. Пока такая цена. Дай бог, чтобы она держалась и не повышалась. Потому что цены растут в FixPrice прям очень сильно. Размеры пока не изменились и те же самые. Ну, и хорошо. И сегодня у меня обзор опять на старой доброй кухне. Вот, с такой клееночкой позитивной, красивой и даже весенней. И мне кажется, она вполне мне подходит на кухню. Так что оставлю ее себе. Потому что я, бывает, покупаю такие клеенки на кухню. Если не просветки, все-таки туда-сюда не очень подходят. Они у меня прекрасно просто уходят куда-нибудь на подарок на 8 марта. Либо на презент, либо в гости пойти придарить. 99 рублей, небольшие деньги. А человеку всегда приятно. И самое главное, я забыла вам сказать. Если вам такого рода покупки из магазина FixPrice интересны, новинки, присоединяйтесь к просмотру. Я приобрела вот такой, как бы называется, гель для стирки, детский. Почему взяла детский? Скорее всего, я буду использовать его для полотенец, именно махровых. Я надеюсь, что махровые полотенца с замачиванием будут хорошо отстирывать. Я Окси никогда еще ни разу не брала, по-моему, в магазине FixPrice. Вообще нигде. Здесь плюс аромакондиционер, вот написано. Эффективное очищение, деликатная стирка для детских вещей. Два в одном. Симпатично это все выглядит. Даже удобная ручка для пальцев рук. Вес полтора литра за 99 рублей. Я очень надеюсь, что он будет выстирывать пятна, какие остаются от полотенец. Какие-то пятна все же остаются на цветных и на белых. Поэтому в пустых банках показывала я гель для стирки из магазина Доброцен. Но он мне не очень понравился. Вот, поэтому надеюсь, этот будет получше. Он пригоден именно этот Окси-гель и для ручной стирки, и для машины. Для всех типов машин стиральных. И нам обещают, что он полностью вымывается из ткани. Можете прочитать, поставить на 100. Потому что, у кого есть детки, важно все прочитать. Так, вот смотрите состав. Если, допустим, маленьким деткам такие можно гели брать, тут не написано, что это с нуля. Что-то я не вижу, что было написано с нуля. Значит, это, видимо, не для новорожденных детей. Но если кто использует его для именно маленьких малышей до года, напишите, пожалуйста. Мне это тоже надо знать. Вот. Внутри он выглядит вот такой. Он не сильно густющий, но и не сильно жидкий. И у него очень приятный нежный аромат. Прям какой-то такой легкий фруктовый, кисленький такой. Ну, приятный. Так, я не наигралась с этими красками с фикс-прайс. Вот такими, как крем ХНА. Каждая упаковка стоит 55 рублей в пустых банках. И в обзорах фикс-прайс рассказывала своим, не исследования, а, как бы сказать, опыты с волосами. Мне краска понравилась в каштан. Достаточно хорошо держалась в каштан. Именно каштан я пробовала. Вот. Краска мне, в общем, технически все нравится. Каштан мне нравился. Цвет достаточно насыщенный. Хорошо там даже седые волосинки перекрывал. Единственное, что он там в течение месяца, под конец месяца, надо обновлять. Ну, я такая, что могу и дольше походить. Меня не напрягал цвет волос. Он сходит потихоньку, но не слетает прям, как писали, как оттеночный бальзам. Нет. А вот, допустим, когда я потом взяла красочку. Забыла. Значит, тот же самый каштан. И смешала с русым. То ли такая у меня была, то ли другая. Я уже не помню. Короче, с русым оттенком каким-то там. Там я, опять же, в пустых банках рассказывала, показывала. У меня уже краска не так легла. Цвет был более естественен. И волосинки седые кое-где еле закрасились и быстро смылись. То есть, он уже как-то вообще краска себе не очень хорошо повела. И была достаточно нестойкой. Мне не понравилось. Но она очень приятно наносится. Уже сто раз повторяю. Не стекает по шее, не щипит глаза. Она у меня такое ощущение, что она никому не даст аллергии, по моим ощущениям. Никакого зуда, жжения. Очень комфортное нанесение для всех и окружающих. Вот. Держать можно хоть час ее. Как тут и прописано. Она содержит кучу масел. Есть перчаточки. Разбавлять не надо. Все в мешочке там лежит. Я решила поиграться, попробовать покраситься вот такой цвет. Хочу сделать немножко посветлее себя. Как эта краска себя поведет. Напишите вообще рабочая она или нет именно в таких светлом калории. И вот такой вот с желтоватым оттенком карамель. Либо их смешать. В общем, не знаю, что я придумаю. Но что придумаю, то я вам и расскажу. В общем, карамелька мне тоже интересна. Цвет карамели. Вот так примерно рекомендуется красить всякие оттенки волос ваши, сходные после. 50 мл каждая краска. Держать ее можно долго. Никакого зуда. Волосы шелковые, мягкие. Как будто бы они у вас ламинированные после окрашивания. В принципе, туда же так и написано. Ну, кажется, 100% седину не закрашивает. Это уже понятно. Укрепляет ослабленные волосы. Улучшает рост волос. Восстанавливает блеск. Несодержит аммиак и перекись водорода. С маслами орган и жажаба. Сказал с маслами. С маслами орган и жажаба. Внутри уже готовая краска. Только вам надо все это в посуду вылить и нанести на голову. Также присутствуют перчаточки. Всего этого хватает. Вполне даже на русскую руку эти перчатки налазают. Пожалуйста, здесь колор. Какой хотите, можете выбирать. Единственное, это трудно. В экспрессе все это... Вот такой вот. Видите, вот эту краску я брала. Вот она стойкая написана. Крем Ханакаштан. Вот она прям мне очень понравилась. Вот остальные цвета, возможно, ведут себя все по-разному. Пишите, кто пользовался. Как у вас это все держится на голове. Сколько времени, как быстро сошла. И хорошо ли закрасились волосы. Так, и, значит, и натуральный русый цвет, опять же. И это у нас фитокосметик. Так, каждая краска стоит 55 рублей. Ну, естественно, у нас новинки в магазине появились. Это вот такие интересные продукты. Даже не знаю, кстати, от кого. Шампуни, бальзама. Я взяла бальзам. Шампуни стала брать. Мне дофига шампуни от Ивраши. Поэтому мне это не надо. А вот бальзам мне стал интересен. Разные есть. То есть есть кокосовый. Я никак не могла выбрать. То есть кокос изображен. Было написано, что биоламинирование, по-моему. Что-то такое. Вот. Я взяла репейный бальзам для волос. Сила и густота волос. Под вакуум упакована. Без консервантов. Красивая аппетитная упаковочка. Репейник красивенький такой. В общем, замечательно выглядит этот флакончик за 77 рублей. Вот с такой вот симпатичной барышней. Мы сохранили для вас 100% полезных витаминов. Так, надо его немножко изучить. Естественно, я им не успела попользоваться. Свежевыжатое репейное масло. Имбирное масло. Таурин и пребиотики. Ну и надо его нанести на чистые волосы, вымытые, на 1-2 минуты. И смыть водой, как обычный бальзам. Очень интересно. С удовольствием буду пробовать. Обязательно вам расскажу. Хорошо все работает. И достаточно приятно. Аромат какой-то травный. Ну, наверное, скорее всего, вот этим вот репейным маслом он и пахнет. Да, так же, как вот эти шампуни репейные, как-то там натурель называется, косметика, которые в зеленых таких флаконах. Я часто их показывала. В Фикс Прассе они продаются. Вот. Такой же запах травный. В общем, приятный достаточно. И вот такая интересная консистенция. Густая. Вот. Кто пользовался, как вам нравятся они. Их еще несколько видов было. Там, не помню, для роста волос, что ли. В общем, разные. Выбирайте, какие вам нравятся. Шампуни, естественно, к ним также есть. Объем 245 мл. Очень интересные новиночки. Я даже не устояла и прикупила. Хотя у меня от Эвраше уже всего полно. Я уж про Эйвен вообще молчу. Естественно, в этой вот линейке, кстати, много было всяких масок, разнообразия. Я прям несколько банок положила разных. Потом выложила, думаю, куда мне столько, где мне это все хранить. Свежая косметика с пребиотиками. Органовая маска для волос для роскошного объема. Решила ее попробовать. Также без космерванта. Вот так это красиво все выглядит. Эти баночки действительно создают какое-то настроение. По крайней мере, мне. Все так открывается. Давайте ее вскроем и посмотрим. Потому что я ее сразу возьму в использование. В отличие от бальзама. 100% свежие ингредиенты. Содержит пребиотики. Восстанавливает иммунитет кожи, головы. Максимальная концентрация витаминов. Свежевыжатая органовая масла. Экстракт шелкового дерева. Кератин плюс пребиотики. 180 мл. 77 рублей. Это у нас фитокосметика. Я в магазине так и не разглядела. Уже не стала смотреть, кто производитель. Это фитокосметика. Опять же, та же самая, что и наша красочка. Это то же самое, что и ведерочки, которые также у нас до сих пор продаются в магазинах Фикс Прайс и других разных магазинах, которые все любят. Нам рекомендуют, что надо маску насти по всей дне на чистые влажные волосы на 3-5 минут и смыть водой. После вскрытия не хранить больше 30 суток. То есть за 1 месяц я должна закончить эту баночку. Вот так-то. То же самое с бальзамом. Только на 1 месяц. Надо срочно это все использовать. Как хорошо, что я не взяла их много. Потому что я бы все раскрыла и понюхала. Так, давайте смотреть, открывать. В конце-то концов, как оно здесь все. По запаху интересно. Какая красота. Ой, у меня все брызгается. Ну, конечно, у них, как всегда, фитокосметик, прекрасный аромат. Вкусненький, ореховый. Я не знаю, что так приятненько пахнет. То ли это органовое масло так пахнет, то ли экстракт-шелковое дерево. Не знаю, что. Но какой-то ореховый аромат. Приятный, хороший. С удовольствием буду прям пользоваться. Вот так это все выглядит. Прям красота. Ну, обязательно, конечно, в ближайшее время постараюсь вам рассказать об этой косметике. В покупках экспресса. И очень удобно все это закрывается. Красота. 77 рублей. Сразу покажу кучу каш, которые мне здесь мешают ковыряться в сумке. Появились все-таки новенькие кашки. Ясно, солнышко. Каждое утро в каждой семье. Без ароматизаторов, консервантов, КМО. Два вкуса. Значит, с абрикосом одна идет. Натуральный продукт. Бережное пропаривание. Не требует варки. 35 грамм. Стоит 7 рублей 10 копеек. Отличнейшая цена и отличный выбор. Давайте посмотрим содержимое именно этой кашки. Сначала давайте по составу хлопья, овсяны, не требующие варки. Сахар, кусочки абрикоса, сушеного и соль. 35 грамм. Кашка вот такая будет у нас. Тарелочки, в принципе, такая, как была предыдущая. Не помню уже какая фирма. Но кусочки все же, как видим, здесь присутствуют. Ну, приятно пахнет. Взяла, конечно, не одну абрикосовую кашку. Также у нас там была каша с черносливом. Все то же самое. Плюс только здесь должны быть кусочки чернослива. Сахар, чернослив сушеный, резанный слива, сушеная соль. Мы любим такие кашки. Кто-то говорит, что они вредные, кто-то говорит, что они полезные. Но мне кажется, на завтрак это бесподобные кашки. Либо перекусить вечером, когда вам хочется кушать. А калорийного ничего не хочется. С молочком замечательно. Хотя мы такие, что и с кипятком, прекрасно завариваем. Медик туда, масло сливочное, красота. Пакеты для мусора попались. Особо прочные. Но они обычные, конечно. И 27,50 стоит. 20 штук, 60 литров. 60, думаю, 30 или 60, не помню. 27,50 они стоят, короче говоря. Берем воду бомхом. Нормальный пакет для мусорки пойдет на кухню. Далее я купила кое-что такое еще садовое. Хочу вам показать. У нас вот такая вот брошюрка лежала. Кому нужны садовые, дачные принадлежности. Тут всякие перчатки за 50 рублей, пожалуйста. Возможно, вы все видели. С покрытием они в ассортименте. Разные размеры. Пистолет-распылитель с набором коннекторов. Отличный пистолет. Я даже видео снимала. Как бы разбирали мы его с мужем. Короче говоря, фикс-пайсовский пистолет. И пистолеты, которые мы постоянно покупали. То в ленте, то на рынках. По 350 рублей, по-моему. 380 это не стоили. И этот пистолет нам очень даже нравится. Распылитель. И я покупала даже несколько штук. И с удовольствием пользуемся до сих пор. С прошлого года. Единственное, я не помню, какая цена была. 200 рублей, либо 99 в прошлом году. Но я там видео все проговариваю. Постараюсь на него ссылку оставить, если я его найду. В общем. Вот такие вещи продаются. Может быть, кому-то нужные. Вот это, я не знаю, клипсы для подвязки. Я такими не пользуюсь. Такими тоже не знаю, что там с ними делать. А вот такие клипсы очень хорошие. Я ими даже малюсенькими, которых 20 штук, подвязывала огурцы в прошлом году. Удобно, классно. Они ломаются, естественно. Но все же мне не нравятся. А вот эти большие, вот эти прищепки зеленые. Отлично. У нас качалка во дворе стоит, такая трубчатая. И очень хорошо этими штуками прикалывать. Я уже даже показывала в своих видео не один раз. Покрывало мы накрываем от собак и кошек нашу качалку. И вот этими как раз прищепками защипляем по трубе, прямо по задней спинке. И, по крайней мере, наши животные, если залазят на диван, на эту качалку покачаться, то, по крайней мере, это как-то на покрывале, а не на подушках, в которых мы там сидим. Веревка джутовая. Держатель для кашпо у меня вот такой есть. Я покупала несколько лет назад. Он тогда был дешевле, естественно. То ли 77 рублей он стоил, но не был 149. Это дорогая уже такая цена повысилась. Отличный. Несколько лет мне служит. Я даже показывала у нас петунии в горшочке. Вот так же все красиво держится, стоит замечательно. Повисить можно хоть на заборах, хоть куда хотите. Кронштейн смотрела в магазине, крутила вот такой за 199 рублей. Большой, прочный. Единственное, что мне для цветов ничего такого не надо. Но он замечательно подойдет и выдержит хороший вес. Вот размеры, посмотрите. Но я купила вот такой. Сейчас вам покажу. Кронштейн для кашпо. Вот такие размеры у него прописаны. 99 рублей штучка. Опять же, раньше стоили они 77 рублей, но уже 99. Вот такое подорожание. Я их набрала 4 штуки. Для чего мне нужно 4 штуки? Не для кашпо. Хотя тоже пригодились бы. Мне нравятся они достаточно тяжелые, прочные. Хорошо будут держаться. Винтиков, болтиков. Ничего здесь такого вообще прикреплено ни к чему не было. То есть это самостоятельно покупать. Раньше как-то все это в наборе шло. Вот. И, короче говоря, вот здесь 2 отверстия. 2 отверстия достаточно крупненьких. Прочное. Выбирала, чтобы было все ровненькое. Для чего я взяла. Многие знают, что мы делаем летнюю кухню. Выбирала ровную. А в итоге, видите, косички там попадаются. Но это все мелочи. Мне нужны будут дополнительные полки в летней кухне. Вот. Черный цвет. И все это подходит как раз. Вот. И, естественно, к стенке будут приделываться эти кронштейны. Я думаю, все понимают, о чем я говорю. На любое там расстояние. И на них прекрасно ляжет доска. Вот. У меня будут такие открытые полки на летней кухне. Что хочу туда поставить. Хоть банки трехлитровые. Все. Они должны выдержать. Вот. Естественно, и мне надо как минимум 2 полки. Потому что летняя кухня это дело такое. Это закрутки. Это и гости там могут посидеть. Это может быть все, что угодно. Поэтому вот 4 кронштейна взяла. И я была рада, что я их нашла в экспракте. Что их привезли. Вообще не предполагается в вот таком варианте. Даже написано, что 7 килограмм они должны выдерживать. Вот 7 килограмм пройдет наконец-таки. Состав стали. И Китай. Так что на дачу. Да даже в квартире такие полочки можно применить на кухне. Поставить там что угодно. Стотуетки, фотографии, что хотите. И не только деревянную доску можно бросить. Можно ламинатину какую-нибудь. Если у вас кусок остался. Ну, если по цвету подходит. В общем, все, что угодно. Вот. Все это закрепить. Муж все это. Можно саморезы посадить вот так сверху, чтобы она не двигалась. И будет замечательная такая симпатичная у вас красивая модная полка. Когда-нибудь мы сделаем эту кухню. Я вам, конечно же, ее обязательно покажу в блогах. Во блогах. Потому что периодически я и влоги снимаю для разнообразия канала. И вообще мне иногда нравится снимать в блоге. И поэтому не могу от них отказаться. Так. Далее. Вот такая штучка. Подставка для горшков. 149 рублей. Мне кажется, она раньше была 99. Подскажите. Я помню, раньше в прошлом году ее крутила. Но не стала брать. Потому что у меня нечто похожее есть. Но это понятные симпатичные. Там симпатичные. Вот. Цены. Так. Дальше. У нас есть новый интернет-магазин. Не заходила. Не знаю. Fixed Price. Кто пользовался. Удобная доставка. Оплата онлайн. Я помню, что раньше были проблемы с этим магазином. Люди жаловали. Сейчас я не знаю. Цены еще ниже с картой. Естественно, карты все пользуются. Вот это можете прочитать. Кто не читал. Далее сачок. 50 рублей разных цветах. Обратите внимание. Украшение садовое ветряная мельница. Надо будет в этом году прикупить. Мне 99 рублей. Раньше 77 не стоили. Я покупала. Цветочек такой вроде бы брала. Он был тоже дешевле. И он у нас, по-моему, быстро развалился. В отличие от этого украшения. По-моему, такое вот садовое у нас было. Похоже очень. Так. И очень хотела я прикупить себе вот такую фигурку. Здесь она стоит 200 рублей. Декоративная. В ассортименте. Размеры. Просто милипусинки для садовой фигурки. Вот на подоконнике поставить нормально. Но для сада это вообще ни о чем. Для клуба тем более. Сейчас продаются там всякими светодиодными подсветками. Солнечной батареей. Короче говоря, фигурки я видела в обзорах. И загорелась купить. Девчонки говорили, 199 рублей стоит. Потом в каком-то обзоре я услышала. Говорили, что стоит 249 рублей. Но в нашем магазине оказалось 299. И ежики, и совы, и еще что-то. В общем, короче, не повезло мне с собой. Не стала я брать. Потому что для меня они оказались слишком маленькие. До такой цены. Не слишком маленькие. А мне будет мало что освещать. За 200 рублей я не глядя бы купила. Ну, 300. Но это, мне кажется, чересчур. И поэтому эти маленькие садовые фигурки. Вот такие малюсенькие. За 200 рублей. Я не знаю. Конечно, все покупают. Но я, знаете, вот в обычном магазине купила вот такую фигурищу большую для сада за 250 рублей. Вот такого гнома мне понравился. Различные игрушки. Чуть ниже, чуть выше. Лежачие коты, кролики, чего хотите, там есть. 250 рублей в обычном магазине. Ну, конечно, я выберу вот такого гнома. Это не копилка. Это просто гномик. Он объемный, красивенький. На всякий случай покрою лаком. И у меня такие гипсовые фигуры спокойно стоят лет 5. Ну, не на солнцепёке, а так в полутени. Вот купила очередного. Так что здесь дело выбора уже. Что хотите. А здесь получается всего лишь высота. Ну, 13,5 сантиметра. Даже 15 сантиметров. Ну, очень маленькие. Меня прям они вообще не впечатлили. Вообще прям никак. Дальше стойка декоративная. Потом такие палочки я покупала за 55 рублей. Тоже там вставляю, когда мне совсем уже ничего не хватает. Вот такие вот колышки. Они, правда, особо-то ни о чём. Но в каких-то случаях могут пригодиться. Замечательно. За 77 рублей. Были 50 рублей раньше они. Я покупала даже два набора. Крючки садовые. Две инструментов. Пять штук. Замечательно. И грабли, и тяпки повесить. Всё это вы крепите на доску. Вот эти крючки. Не помню, сколько их там штук. А эту доску сверливайте к стене. Всё. Всё прекрасно, аккуратненько висит. Просто вот это просто вещь. Мне очень нравится. Ничего не гнуться. Всё прекрасно. Вот этими я не пользовалась. Обратите внимание, возможно, кому-то нужен укромный материал. Ткань для мульчирования, возможно, кому-то надо. Не пользовалась. Плащ-дождевик. Обычная, постоянная вещь. Товар фикс-прайс. Водорастворимая прикормка цветы и розы. Орхидея грунт. Орхидея грунт. Вот этой штукой щетка для чистки барбекю. Вот. Мы хотим поставить себе нормальный стационарный мангал с печкой. В общем, вдруг пригодится тоже. Давайте рассмотрим, посмотрим. Очень колючая штука. Кстати, состав сталь полипропилен, полиретан. Китай. А эта щетка достаточно немаленьких размеров. Она, посмотрите, она металлическая. Кстати, только сейчас увидела, что это металл. Я думала всё-таки, что это какой-то такой пластик очень жёсткий. Это металл. Это здорово. Мне это больше нравится. Цена этой щёточки 149 рублей. Её можно подвесить. Такая ручка даже симпатичная. Не просто какая-то, а такая прям под дерево, что ли. Ну да, это пластик. И вот она, представляете, будет чистить хорошо. Я надеюсь. Так что, я думаю, в хозяйстве эта вещь всегда пригодится. Обратите внимание. Всё для сада-огрода. Там она лежит. Очень плотная, прям колюченькая такая. Посмотрим, как будет работать. Кажется такой, знаете, гибёлый и прочный. Конечно, я не смогла пройти мимо вот такой красоточки, розочки. Это тролли. Мировой тур. Мыло фигурное. Ну, прелесть. Купила, буду пользоваться. Выглядит она вот так. Давайте посмотрим, откроем, как она там внутри выглядит. Все, наверное, видели. Это вот мне нет. Теперь надо посмотреть. Кстати, оно идёт с экстрактом ромашки. Оно весит 60 грамм. Стоит 25 рублей. Вот такая прелесть. Кстати, салфетки я так ни разу у нас в магазине не увидела, которые так все хвалят, опять же, с троллями. То ли их у нас быстро разбирают, то ли нас так их не привозили. Не знаю. Вот. Это краснодарский край. Какой-то запах уже приятный пошёл. Вот такая прелесть. Посмотрите, какая хорошенькая. Я, наверное, ещё куплю. Подарочки вкладывать. Это ж прелесть. Посмотрите. Очень красивая мыльца. Ну, я коллекцию особо не собираю. Хотя мне само мыло копится. Я даже показывала видео у себя на канале. Своей скоплением мыльной. Вот. Но очень красиво. Вкусно. Какой-то конфеткой пахнет. Не знаю. Типа жвачки. Либо что-то конфетки. Вот эти жевательные. Не помню, как они все называются. Мы их редко когда покупаем. Вот эти лучи и фруктовые. С разными вкусами. Цветные фрути. Как-то там называется. Не помню. Вы понимаете, о чём это. Вот пахнет как-то так. Вкусненько. Так. За 55 рублей. Ни одного блогера смотрела. И все хвалили вот этот вафельный десерт. Я не люблю вообще вот такие десерты. Вафельные тортики. Дорогие. Дешёвые. Без разницы. Для меня они все просто невкусные. С отборным фундуком. Пантикос какой-то. Наверное, правильно читаю. От азбуки шоколада. Вафельный десерт. Вот так всё достаточно мило выглядит. Так. Я его попробовала. 270 грамм. Бывает в ассортименте. В экспрессе ассортимента не видела. Видела только в зелёном варианте. Который вам показываю. Кому интересен состав. Конечно, я думаю, навряд ли он здесь хороший. Поэтому прочитайте. Не буду на нём останавливаться. Поставьте на стол. За 55 рублей. Вполне хорошая цена. Вон лежит не в ванночке, как часто бывает. А вот в такой упаковке в обычной. И выглядит он вот так. Так. Вот так вам покажу. Достаточно обильно покрыт шоколадом. Глазурь пальмова. Это чувствуется. Это немножечко меня просто раздражает. И это портит весь вкус. Но на самом деле коржи и прям прослоечка вкусные. Нежный, мягкий, свежий. Ореховый вкус. Не любите орехи. Ни в коем случае не берите. Очень ореховый вкус. Приятный. Мне понравился. Ну, единственное, тут весь вкус портит. Это вот эта глазурь. Она прям такая вязкая, неприятная. Но тоненькая. Это плюс. Поэтому, в принципе, можно пойти в гости и его с собой прикупить. Не все на это обращают внимание. Мы, конечно, его попробовали. В принципе, всем понравился. Ну, понятно, что-то там глиняная масса не очень всем нравится. Ну, все попробовали. Ну, и хорошо. Навряд ли я буду, конечно, его повторять. Но он вкуснее, нежели какие-то другие вот аналогичные продукты за такую недорогую цену. Ну, естественно, прихватила чаек, лисму, бергамот, крепкий индийский черный чай. 25 пакетика. 27,50 стоит каждую упаковку. Любим, берем и будем брать. Больше ничего об этом чае сказать. Его многие любят. Он действительно какой-то вкусный. Надеюсь, мое видео для вас оказалось интересным и полезным. Спасибо за просмотр. Лайки, если лайки, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы поймать мое следующее видео. Всем пока. До новых встреч. Прекрасных вам покупок. Прекрасных вам покупок.